Ишхан видео представляет Имеется небольшой зоопарк. Спустившись по лестнице, можно выйти к небольшому рукотворному пруду. Здесь можно не только полюбоваться прудом, но и спить родниковой водицы. А перейдя через мостик, оказываемся в лесу. Прогулка по лесу – не самое плохое ожидание заказа в кафе. Через 3,5 километров от кафе находится поворот к монастырю. Свято-Михайловский мужской монастырь находится в 15 километрах от поселка Каменомоский у подножия горы Физиабга. История этого места началась в конце XIX века, когда закончилась война на Кавказе. Монастырь был устроен на дарованных казацких землях старанием иеромонаха Мартирия, приехавшего сюда с Афона. Вместе с ним прибыли и первые монахи, давшие монастырю его название – Михайлово-Афонский. Всего в монастыре было возведено пять храмов. Самым значимым и большим был Успенский. А на вершине горы Физиабга возвышалась Преображенская церковь, чьи золотые купола, сверкающие на солнце, были видны за многие километры. Монастырь стал религиозным центром региона. В год его посещали более 100 тысяч паломников. С установлением в Адыгее советской власти монастырь был распущен, а после войны были уничтожены все его храмы. Долгое время здесь располагалась туристская база «Романтика», и только после 2003 года начался процесс восстановления монастыря. В первую очередь была заново отстроена Троицкая церковь. Восстанавливаются и другие храмы. Сегодня монастырь посещает множество паломников, желающих попробовать воды из знаменитого целебного источника на горе Физиабга. Вот и мы попили целебной серебряной водички. На этом сегодняшняя экскурсия подошла к концу. До новых встреч!